Привет-привет! Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксения Дельви АСМР! Приятного просмотра! Привет-привет! Всем привет! Сегодня я хочу сделать просто такое спокойное патологическое видео и поговорить на тему каких-то вещей, которые происходили не только в моей жизни, но и в общем, знаете, в пространстве. И в этом видео я буду переходить с спокойного голоса на шепот. И давайте начнем, наверное, с того, что у нас был Новый год, про который я вам уже говорила как-то раз. И это 5877 год. Представляете? Вот так вот. По сути, это летоисчисление со дня создания человека. Поэтому я думаю, что каждая нация может для себя взять это как глобальный Новый год нашего человечества. потому что, если брать с точки зрения религий, то, по сути, все основные религии мира основываются именно на этой точке. И в христианстве Иисуса, Сына Бога послал тот же самый Бог, который и создал человека, и вот с этого дня отчет идет у нас наших годов. И в исламе тоже тот же самый Бог послал пророков. Тоже, опять же, мы возвращаемся к нему, когда был создан человек. Поэтому вот такой вот у нас праздник, который, мне кажется, вполне может каждый человек немножечко для себя тоже взять, как такое явление немножечко праздничное. Это я так думаю. Вообще очень интересно изучать вот такие вот всякие разные праздники и смотреть, как они пересекаются между собой в разных народах. Вот. Так что 5777 год за дня создания человека. Не за дня творения мира, а именно за дня, когда был создан человек, и он ожил. Меня когда спросили на этом канале, если я атеист, то как же можно объяснить вот эти все вещи, которые я вам рассказываю про новый голод, про творение человека. Вы знаете, то, что я неверующий человек, не значит, что я не изучаю историю своего народа, что я не изучаю другие религии, что мне это неинтересно, что мне неинтересна греческая мифология, допустим. Мне это все безумно интересно, и мне не мешает совершенно, что другие люди верят в Бога. И это их жизненный путь. У меня нет какого-то агрессии какой-то на эту тему, желания всех переубедить, что надо жить так, как сказала я. Нет, я не люблю, когда ко мне лезут вот с этими, знаете, указаниями, что нет, ты должна стать верующей. И также совершенно не люблю к другим людям идти и переубеждать их, что вы все дураки, вы не туда идете. Но если у человека есть такой душевный порыв и душевный талант, как вера, чему это должно мешать мне? У меня муж верит в Бога. Я атеист. Мы прекрасно живем уже 16 лишним лет. И каждый гармоничен в том, в чем он находится. И вы знаете, только отсутствие внутренней гармонии человека и его уверенности, что ты идешь правильным путем, заставляет тебя интенсивно навязывать другим свои взгляды. А мы будем гармоничны, каждый в своей вере или не вере. И нам совершенно не мешает такая разность в нашем взглядах. Причем-то люди считают, что это непримиримо, это не может быть совершенно. Даже этим вопросом не задавались никогда. Так что Новый год у нас прошел следующий наш такой, это нельзя назвать праздник, скажем так, ревьюзный, что ли, рубеж в ютайзме. Это емкий бур, судный день, который идет после Нового года. И суть заключается в том, что в Новый год Бог тебе записывает в книгу жизни все, что тебе, как бы, суждено получить все блага, которые тебе суждены в следующем году. А в этот судный день, когда люди просят у друг друга прощения, когда люди постятся целые сутки, как бы, если ты все это сделал хорошо, то, что ты подписываешься на штаб, да, на то, что он написал. И, кстати, кому интересен очень факт, такой интересный, это то, что в ютайзме прощения надо просить три раза. То есть первый раз ты попросил, человек тебе отказал, это ничего не значит. Второй раз ты попросил, человек тебе отказал, это как бы уже, да. А вот третий раз, если ты попросил, человек тебе отказал, ты прощен. А твой грех перешел на того, кто тебя не простил. Так что вот, будет этот день позда. И потом уже все. У всех начнется Новый год. Все свои грехи как бы отпустятся, извинятся перед всеми. И как бы начнется новый жизненный вид, как такой. Вот. А я продолжаю снимать в своей комнате. Это моя гардеробная. И мне даже как-то написали. Выйдите уже из этой жаркой комнаты. Вы знаете, когда на улице плюс 35, я не могу включить кондиционер. Потому что иначе вы все будете слышать шум от кондиционера. В любой комнате жарко будет. Я не могу включить кондиционер. И даже вентилятор здесь. И в другой комнате не могу, если я записываю видео. Потому что, естественно, микрофон подцепит это за секунду. И мы просто все с вами будем наслаждаться какими-то звуками. Да, слышать только шум кондиционера. Иногда даже, если я окно не закрою. У меня сейчас даже окно закрыто. Тут анонсится шум соседского кондиционера. Когда я закрываю окно. А здесь окна специальные такие, которые не пропускают звук. Но тогда все замечательно. Так что любая комната становится жаркой. Комната, когда на улице 35. Вот, сейчас у нас похолода. Похолода в рамках нашей пустынной погоды. То есть стало 27. Хотя еще до конца месяца, наверное, будет достаточно жарко. И реальное похолодание придет только к концу, наверное, октября, а не раньше. Но все-таки уже влажность немножечко понизилась. И с 95% перешла в раздел 70. И уже не так чувствуется жара. Но на улице все равно 27-28 градусов. А так хочется, так хочется уже немножечко осенней прохлады. Особенно, как вы видели, да, вот из видео о моих покупочках, которые здесь вот везет у меня, колточка моя. Еще и платье прикупила себе. Из Праги, вот эти поездки в Европу. С одной стороны, ты приезжаешь в Европу. И ты чувствуешь, что вот осень. Вы представляете, у нас уже нету, по сути, вот этих красок осени. То есть нету листьев, которые желтеют, краснеют, меняют свой цвет, опадают. И когда ты приезжаешь в Европу, которые залитят вот этими потрясающими красками, опадающих листьев. Когда в кафе и на улицах все готовится к Эллоуину. То есть эти огромные тыквы в Старбаксе, напитки, которые связаны с этим праздником. И вот этот обильный оранжевый цвет, который просто подчеркивает еще, знаете, вот эту осеннюю красоту, которой у нас нет. У нас есть много других природных красот. Но совершенно нет вот этого зарева красного на деревьях. Это просто потрясающе. Я очень люблю ездить в Прагу именно к осени. Чтобы насладиться вот этой вот европейской красивой осенью. Просто великолепно. Я каждый раз получаю массу тревольствия. Наверное, я такие поездки сделаю себе традиционными. Именно в осенний период. Потому что два раза у меня выходило поехать туда, именно к осени. И два раза я возвращалась просто с потрясающими впечатлениями. Именно от природы, именно от той погоды, которая у нас еще наступит только через несколько месяцев. Именно вот от этой вот осенней прохлады и звука опавших листьев, когда ты идешь, и они шуршат у тебя под ногами. Такие части желтоватые, зеленоватые, другие уже желтоватые, красноватые такие. И это все потрясающе, просто великолепно. Я уже готовлюсь к следующей своей такой поездке тоже в Европу. Ну, к концу месяца я еду. И думаю, что тогда уже будет немножечко другой период. И уже не будет таких красивых красок, как вот в начале. Октября, можно наблюдать конец сентября, начало октября. В конце октября все-таки. Или, может быть, мне так кажется. Но увидим. Увидим, увидим. Вот. Что еще хочу сказать, что я очень люблю ездить в Европу, именно вот в страны, не в крупные такие страны, которые такие классические, как туристические, как Париж, Лондон, или что такое. Очень люблю Берлин. Но это уже другая история. Вот именно из такой старой Европы я люблю именно страны, которые, скажем так, что ли, попроще. И у них нет вот этого какого-то суперкульта, чего-то, да. Потому что, я не знаю, я была в Париже, и он меня совершенно не впечатлил. Он слегка разочаровал. Вот. Прагой и Берлином почему-то я восхищаюсь, может быть, от какие-то мои странные предупреждения. Не знаю. Вот. Дальше я собираюсь поехать в Будапешт и в Вену. Посмотрим. И очень мне нравится архитектура вот такого типа, такой классической Европы. Вот. Что еще, по-моему, хотела показать вам упражнение, которое на мне сегодня. Сегодня на мне вот такое вот кольцо с римским стеклом. Это израильский дизайнер Бен Давид. Он выходец из Йемена. Ему уже очень-очень много лет. И он обладает, знаете, этим искусством создания украшений. Именно йеменский вот этот вот стиль, который он привез. И очень мало кто в Израиле владеет этой техникой. И его украшения несколько раз дороже, чем аналоги не его работы. Вот. Это израильская марка Крас. Кстати, если кому-то интересно, то на своем главном канале я только что выложила видео. Мы ходили с мамой, выбирали ей подарок на день рождения. И я там показывала вот украшение этой марки. Поэтому ссылку оставлю внизу, если не забуду. Кому интересно, заходите посмотреть. И дальше на меня вот такое совершенно простое кольцо. Тоже про него рассказывала на своем главном канале. Это из Индии. Серебряные украшения у меня. Я заказала на пробу себе несколько. И там тоже я вам оставлю ссылку внизу, если кому-то интересно, посмотрите. Потому что здесь у меня тоже спрашивают часто. И такой простой серебряный, очень старенький браслет. А здесь у меня ничего особенного. Это просто мои умные часы от Эвлджи. Сегодня я прошла 10 километров. Это моя такая средняя норма в тени. Я обычно прохожу 8-14 километров. Сегодня я прошла 10 километров, 874 метра. Вот. И еще если кто-то не знает, потому что я недавно об этом говорила, и оказалось, что, правда, мало людей об этом знают, что вы потратите одно и то же количество энергии, пройдя или быстрым шагом, или медленным, или пробежите пеком это количество километров. То есть мои 10 километров это примерно 450 килокалорий, которые я сожгала. Палец вверх. Если бы я их пробежала, я бы сожгла те же самые калории. Но я бы это сделала за более короткий промежуток времени. То есть так я пошла пешком вместо машины и проходила 2 часа, сожгла эти калории. Если бы я пробежала, я бы это сделала за полчаса. Но килокалорий результат тот же самый. Поэтому ходите, ходите, еще раз ходите, заменяйте какие-то пару остановок на автобусе просто прогулкой пешком. Поэтому мне кажется, это очень хороший способ, чтобы держать себя в автобусе, и в то же время сбрасывать то, что мы съедаем лишнее. вот такая вот история. Так что всем хорошей осени, всем хорошего продолжения вечера. я надеюсь, что ваша осень будет так же полна впечатлений, как и моя. Вот это платье для меня, это просто про него тоже я рассказывала в одном видео своем, как я покупала в H&M. это просто такая европейская красивая потрясающая осень. Видите, какая красота. И моя кожаная корточка здесь новенькая висит, так как я еще не могу начать ее носить, потому что просто жарко, она пока здесь мне создает такой приятный фон и вдохновение на какие-то новые осенние наряды. Вот и все. Большое спасибо всем за просмотр и увидимся в следующих видео. Всем спокойной ночи и пока-пока.